Вот одна платёжка 944 731, одна 1 миллион 036. Что это за платёжки? Это в квартире ящики получают должники. Совершенно верно, да. Такие цифры в коммунальных платёжках могут шокировать. По словам Николая Шестопалова, злостных неплательщиков, чьи задолженности насчитывают сотни тысяч рублей, у МОП-центра ЖКХ не единицы и даже не десятки. Общая сумма невозвратных долгов – порядка 88 миллионов рублей. Всего же дебиторская задолженность предприятия перевалила за 430 миллионов. Я к чему сейчас вот эти все цифры привожу? Чтобы из каждой здесь присутствующих понимал, что вот да, можно посмотреть на наш балансовый отчёт, сказать, ребята, вы убыточные и вы вообще не жизнеспособны. Убыточные мы почему? Потому что есть накопленная задолженность предыдущих периодов. И её так или иначе приходится реализовывать, так или иначе приходится наводить порядок на предприятии. Когда-то нужно убираться. Это не делается всё за пять минут. Николай Шестопалов рассказал, что юридический отдел на предприятии был создан только весной 2021 года. С того времени идёт активная работа по взысканию задолженностей. Какие-то суммы удаётся возвращать, какие-то центр ЖКХ вынужден списывать. Из-за этого формируются немалые убытки предприятия. Например, текущий год оно заканчивает с балансом в минус 70 миллионов рублей. Сюда вошли в том числе и траты на содержание старого жилого фонда и разница между получаемыми коммунальными ресурсами и предоставлением услуг. Есть, например, целые квартала на обслуживание МУП-церта ЖКХ жилых домов, где индивидуальные приборы учёта нет возможности поставить. Техническая возможность. В связи с тем, сколько там водички вылилось у жителя, столько и вылилось. Сколько прошло через общедомовой прибор учёта, столько и прошло. Однако же по 354-му постановлению выставить мы можем жителю только определённую норму, а ресурснику обязаны заплатить по прибору учёта. Для таких домов, по словам Николая Шестопалова, в первом квартале следующего года проведут перерасчёт. Механизм уже знаком по этому году, когда жители получили перерасчёт по теплоснабжению. Такую же схему применят к холодному и горячему водоснабжению, канализации и электричеству. Вместе с тем, Центр ЖКХ просит поднять тариф на содержание общедомового имущества на 9%. Эта строчка в платёжке не индексировалась с 2019 года. И эта плановая цифра, она в принципе позволит, если 9%, 3 на 7, 27, да, привлечь где-то порядка 30 миллионов, это то, что нам действительно в течение года не хватает на индексацию заработной платы, на ГСМ, на закупку механизмов. Это уже просто те расходы, которые вы уже приняли. Естественно, да, мы их приняли, мы их действительно ведём. По мнению Николая Шестопалова, у предприятия есть все шансы выйти из сложившегося тяжёлого финансового положения. И Центр ЖКХ вполне готов к приватизации. Но депутаты оптимизма не разделили, отметив, что дебиторская задолженность растёт с каждым годом. Они вновь попросили от директора дорожную карту развития предприятия и исключили МУП Центр ЖКХ из прогнозного плана приватизации. Вопрос о повышении тарифа на содержание общедомового имущества пока также остался открытым. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.